Мне часто задавали вопросы по поводу татуировок. Безопасно ли делать татуировки? Вредно ли это? Я решил снять небольшое видео, чтобы высказать своё мнение. Вначале отмечу, что тату не регулируется Минздравом. Что такое тату? Это впрыскивание определённых пигментов в кожу, а именно во второй её слой, толщиной в полмиллиметра, под названием Дерма. Этот слой не очень глубокий, но глубже колоть краску нельзя. Если вы сделали тату, то в течение года нельзя быть донором крови. Ещё надо убедиться, что тату-салон делает стерилизацию своего оборудования, потому что нестерильными инструментами тату делать нельзя. При наколке тату есть некоторый риск занести инфекцию, а ещё у вас может быть аллергия на краску. Также есть краска, которая может быть токсична и может проникать в лимфоузлы. Некоторые составляющие красок, о которых я сегодня чуть позже скажу, могут быть канцерогенны. Об этом стоит знать. Систематические исследования безопасности тату не проводились. Поэтому, если захотите сделать себе татуировку, убедитесь, что делать его вам будут нетоксичной краской. Вот некоторые химикаты, которые содержатся в краске для тату. Первое. Там могут быть тяжёлые металлы, например, ртуть, свинец, кадмий и алюминий. Это чужеродные для организма элементы. Также в краске может быть акрил, это такой химикат, растворители, пластик и химикаты вроде бисфенола А. Все эти химикаты считаются канцероденными. Зачем подвергать свой организм воздействию химикатов, которые могут вызвать рак? А ещё производители не обязаны раскрывать состав своих красок, даже если это патентованная смесь. В общем, убедитесь, что краска органическая, что в ней нет акрила, химиката под названием PET, пластика, растворителей, тяжёлых металлов и оксида железа. И, наконец, если у вас уже есть тату, то вам стоит питаться как можно правильней и полезней, а также укреплять иммунитет, потому что у иммунитета есть уникальное свойство. Он не только борется с патогенами, но ещё и предотвращает возникновение раковых клеток. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...